Всем привет! Сегодня хочу показать вам один интересный метод использования цепей противоскольжения, который мы применяем для увеличения проходимости автомобиля на штатной дорожной резине. Слухов заключается в том, что цепи у нас всего две. Однажды я пробовал использовать две цепи на одном, на переднем мосту. Машина, конечно, гребет значительно лучше, но есть одно но. Из-за разницы цепных свойств передней и задней оси на любом боковом уклоне машина постоянно разворачивает. Задница пытается обогнуть передок. Вот недавно на одном видео суровых сибирских мужиков я увидел интересный метод использования цепей по диагонали. То есть одна цепь вешается, например, на правое переднее колесо, а другая цепь вешается на заднее левое. Сразу скажу, что такой прием будет работать только на машине с блокировками или с системой тренинг-респонс, которая контролирует вращение всех колес. Метод, который был у суровых сибирских мужчин, они демонстрировали на автомобиле ГАЗ-Садко, где стоят 66 мосты с самоблоками. Там это работало прекрасно. Мы решили попробовать, будет ли такой метод работать на ленд-ровере. Сейчас мы оденем наш рейнджоер в цепи и пойдем штурмовать вот тот косогор, который взять без цепей на шоссейной резине нам вряд ли удастся. Ну что, давайте напялим цепи. Так, всего за каких-то 15-20 минут с помощью двух рук и такой-то матери цепи были установлены. На переднее правое колесо и заднее левое. Мы отправляемся в таком виде штурмовать какашку. О, нафиг. Великолы-великолы. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, метод работы. Машина идет по грязи на шоссейной резине более чем умеренно. Но мы продолжим дальше формовать подъем. Но я думаю, что все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Машина по скользкой глине едет вполне легко. Даже в какой-то степени можно сказать, что она рулится. Можно выбирать колею, какую тебе нужно. Для полноты эксперимента скажу, что Трейн Респонс работал в режиме грязь-колея. Повышенный ряд передач. Но, естественно, задрана подвеска. Шины штатные, давление штатное. То есть штатный гудеер, который идет у этих машин в базе. В общем-то, имея две цепи, можно передвигаться достаточно уверенно. Такой метод гораздо лучше, чем установка цепей на одну ось. Единственное, что хочу еще раз обратить внимание, даже птица с этим согласна, что этот метод будет работать только на автомобилях, где блокируются межколесные дифференциалы. Или присутствуют электронные системы, которые выполняют функцию этих блокировок. Если блокировок нет, даже не пытайтесь, потому что это тут же будет диагональ, и машина никуда не поедет. Спасибо, всем удачи!